Продолжение следует... Ну что, ознакомились? Нас, в принципе, интересует разъяснение. А именно это последние два абзаца. Я их зачитаю и объясню. При этом сведения о добытых охотничьих ресурсах, предусмотренные разрешением на добычу охотничьих ресурсов, отделяются от бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов. То есть вот эта вот штука, выделенная красным, она отделяется. Которая остается у лица, получившего разрешение. Вот эта штука остается у вас. И направляется, опять же, первое, то, что вы отделили, направляется по месту ее получения. В моем случае это Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области. Способ направления может быть как личная сдача сведений. То есть вы подходите и при вас ножничками отрезают часть, которая отделяется. А часть, которая должна остаться у вас, она остается у вас только лично сотруднику Министерства природы, который в отделе, который этим занимается. Никаких там бросаний, блядь, в почтовый ящик. Бросаний в какую-то картонную коробку. Тем более никаких оставлений у охраны, там где-то на вахте, этого быть не должно. Вот это разъяснение. Только такой способ. И направление почтовым отправлением по месту получения разрешения. То есть вы в свое Министерство, там где вы получаете, отправляете ту отделяемую часть с заказным письмом, с уведомлением о вручении, с описью вложения. Это очень важно. Так, направление сведений о добытых охотничьих ресурсах в форме электронных документов, подписанных ЭЦП, не предусмотрено, естественно, поскольку это является бланком строгой отчетности. Ну, собственно, вот и ответ на наш вопрос. Как нам не попасться на 8.37 КОАП по глупости, если, допустим, потеряют наше разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Так что рекомендую вам тоже отослать данные запросы в свои Министерства. Распространите среди жильцов вашего ЖЭКа. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, жмите на колокольчик и подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду. Спасибо за просмотр.